Становился в хостеле. У меня все отлично. Хостел интересный довольно. Частный дом такой сделан тоже как общежитие. Ну там людей побольше. Я снимал в Ростове. Там очень мало было людей. Там человека три-четыре. Ну а тут довольно таки интересно. Могу показать, если вы увидите. Он в темноте находится. Не, не увидите. Я попытаюсь там поснимать немножко. Ну по-любому. Завтра сниму. Как он выглядит. Потому что днем все-таки лучше. Ну вот так везде пальмы. Смотрите пальмы. А вон там будет получше. Сейчас я иду в центр. Ну не знаю, мне говорят такого так называемого. Нету центра. Пальмы. И это пальма. Короче, у меня все отлично. Доехал. Если бы не этот серпантин, было бы конечно получше. Но что сделаешь. Серпантин есть серпантин. Тащился я очень долго. Но главное приехал. Все. Сейчас я иду гулять. Гулять, развлекаться. И все такое. По набережной пройдусь. По ночной. Так что я здесь два дня. Я думаю, что-нибудь поснимаю интересного. Так что вот так вот. Ну, олимпийские объекты по-любому. Без них вообще никуда. Вы же знаете это. Как-то я не очень доволен. Что-то тут вообще новому году можно сказать и нет ничего. Хожу, брожу. Что-то даже не гирлянд не светится. Ничего такого. Один я на нем свечусь. Думаю. Ну, что-то как-то скудно, скудно, скудно очень. Так, самое главное то, что я нашел эту елку. Хоть одну елку я хоть нашел тут. Вот она. Я где-то. Ну, видно, елку тут не любит наряжать особо. То есть тут как-то вот так вот. Сейчас пройду еще посмотрю. Ну и гномик вот такой вот. Что-то не Санте-Клаус, не Дед Мороз, снеговик. Ну ничего. Не знаю. Сейчас пойду, пройдусь. Смотрю, что там есть-то еще. Как-то прямо скучно. В Ростове мне больше понравилось. Конечно, пальмы. Пальмы, пальмы, пальмы тут везде. Обожаю пальмы. Ну, там немножко деревья украшенные. Что-то как. Окна домов немножко. Ну, самое главное, конечно, это пальма. Без пальм там никуда вообще. Как я хотел их увидеть, на самом деле. Я когда был в Еленджике, был давно, уже не правда, три или четыре года назад. Там пальмы стояли только на пляже, на пляжу, и то они такие дохлые были, там их штуки три, наверное, стояло, и все. А здесь на целый ряд. Ну и тепло. Тепло, конечно, 8 градусов. Разве это холодно? По сравнению с нашими сейчас морозами там градусов 10 где-то мороз. будет еще холоднее. А здесь нормально. Я бы здесь жить осталось. Правда, говорят, работы особо нет. Ну, не в работе дело. Ну, и как-то, вы знаете, я бы ездил Новый год, справлял, наверное, в Ростов. Потому что там как-то повеселее все, пободреться с этим сделано. Здесь, ну, вообще, вот я иду, да, по парку по какому-то. Вообще, вот, блин. Новым годом даже и не пахнет. Ни елки нет, ни гирлянды. Хотя бы гирлянды на пальму, да, залепить. Ну, не знаю, почему так. Как-то от ночного города Сочи я немножко как-то удивлен. Я ожидал большего украшения на самом деле. Но не получилось. Мои ожидания были как-то украшены. Вот так все это вяло, блин, для столицы Олимпийских игр. Я вообще не могу понять, в чем проблема. Почему, блин, Ростов, где не столица, было так все украшено, сделано все красиво. Ну, блин. Ну, что вот. Почему? Ну, вот это вот красота, да? Сзади меня какая-то ерундень. Даже у нас и то в Воронеж, и то постарался, блин. Насколько, блин. А здесь, ну, как-то вот. Я не знаю. Ну, дерево какое-то нарядили, то я не знаю. Не елку, правда, а дерево. Вон там. Ну, круто, пацаны. Так, что тут еще? Ну, елку сейчас покажу. Ну, что-то как-то она тоже не айс, я бы сказал. Это елка. Да, круто, пацаны, круто. Ну, ладно, не для этого. Ездили сюда люди, на самом деле, не для елок там, если такого, а ради вот этого. Сейчас я вам покажу, что тут такое интересно. Сейчас, зацените. И то, и то не работает ни хрена, подсветка, все разбито. Та-дам! Семь колец, пять колец. Круто, да? Так, ну, что тут еще можно такое? Ну, только что-то я вот так, но вот тут еще. Ладно. Поставим лайк. Та-дам! Сама погодочка. 2017. Короче, круто. Ну, наконец-то я нашел что-то новогоднее. Новогоднее, что я могу найти в Сочи. Это Сочи 2014. И вот они, они. А? Знакомьтесь, тигренок. А? А это хролик какой-то. Привет, чувак! Вот так же тут немножко украшено. Я прям удивлен, на самом деле. Стоит снеговик. Вот она. Ну, короче, че я могу сказать. За украшения я поставлю не вот. Олимпиады Сочи, Олимпийская Сочи могло как-то и получить все это поукрасть, я думаю. Олимпиады Сочи могло как-то поставить две-три игрушки и все. Ну, как говорится, не побывать в Сочи и не побывать на причале, это грешного. Посмотрите, вы, наверное, не видите нихрена? Катера стоят. Очень много катеров, очень много. Всяких разных. Блин, не знаю, тут днем, конечно, надо быть. Я днем сюда еще заеду обязательно. А также еще вот это здание. Сейчас я вам его покажу. Ну, как смог, так и показал. Блин, он там еще. Ну, здесь именно из этих катеров очень красиво. Вдалеке еще что-то стоит, я не знаю. Ну, там Олимпийские кольца, их точно не будет видно. Блин, классно. Сочи. Вот, на причал видно какой-то. Короче, круто. Круто. Мне самого не верить, что я сейчас нахожусь здесь. Сейчас, в данный момент. Ну, я очень рад тоже. Блин, как ни крути, пальмы повидал. Завтра еще эти Олимпийские объекты. Блин, я вот все время хотел. С 2014 года, как увидел Олимпиаду, я хотел, что я там буду, побываю 100%. И вот, наконец-то, это осуществляется. Ну, где и действительно постарались. Это Гранд Марина какая-то, торговый центр, видно. Но тут вот шикарно. Все сделано на высшем уровне. Само здание. И вообще, елочка. Я не знаю, видно, блин, все деньги были отданы здесь. Вот такая вот красота. Сейчас я пойду поищу еще в набережную немножко. Что-то я там нашел причал. Тоже, конечно, красиво. Нет, почти все нравится. Это, наверное, на море. Так, я сейчас на море нахожусь. Вон там где-то клещется. Наверное, слышно, не слышно, не знаю. Короче, отлично, не зря приехал. Ах, я руку намочил. А вода теплая, кстати, можно будет скипаться. Все-таки, блин, город-курорт Сочи. Тут никуда не денешься. Я сейчас шел, любовался на пальмы. Блин, я просто представляю, соседу другому, соседу говорит такой, эти пальмы меня уже задолбали, что за херня? У нас они в жизни не растут, на самом деле. Блин, ну это вот сразу видно то, что, блин, я счастлив. Я, блин, очень рад. Даже словами вот не передать, если честно, на самом деле. Насколько я вот счастлив. Ой, красота. Красота, везде красота. Особенно, когда пребываешь, какие-то новые города, смотришь на них, все по-другому какое-то, все вот словами не передать. Когда ты живешь в одном городе, тебе все так приедается, ты думаешь, ну тут нет ничего красивого уже в этом городке. А в новом месте всегда найдешь в себе много положительных эмоций. Познакомишься с новыми интересными людьми. Ну и, в общем-то, проведешь время, я думаю, хорошо. Так что вот так вот. Я еще попробую немножко хостел свой заснять еще. Ну, что, хостел, да хостел. Но все равно попробую заснять, он тоже мне понравился. Допустим, который я был в Ростове, не очень, конечно, такой как-то. Бред. А здесь, ну, хостел такой нормальный, уютненький. Сойдет. Сейчас я его попробую заснять, и все будет нормально. Так, хостел, в котором я живу. Так, а где мои тапочки? Кидаем тапочки одноразовые. Вот здесь. Вот здесь я спал. Идем дальше. Ты че-то наснимаешь? Да, мне надо просто. Так, на второй этаж поднялись. Вот она комната. И здесь комната. Здесь гладильная доска. И кухня. Кухня, елочка, телевизор. Ну, куконка. Короче, все отлично. Пойду дальше гулять. Заканчивается второй день отпуска. Я нахожусь в Сочи. Всем, кому понравилось мое видео, не забывайте ставить лайки, конечно. Даже кому не понравилось, все равно ставьте лайки. Потому что я здесь сейчас нахожусь. И здесь очень хорошо, хоть и Новым годом не пахнет. Хотя Сочи это курортный город. Разве он должен пахнуть Новым годом? Я думаю, нет. Меня зовут дядя Митя. Не забывайте на меня подписаться, конечно, для того, чтобы находили новые и новые видео. А также, чтобы я мог еще куда-нибудь ехать. Ведь я ездию именно для вас. Потому что я хочу показать много чего интересного в этом мире. Что у нас происходит в России. Где можно отдохнуть. Где можно полюбоваться. И так далее. А также машинами, конечно, люблю заниматься. И все такое. Ну, вы понимаете. Я сегодня, конечно, подустал. Но ничего страшного. Хочу сказать свою козырную фразу. Всем удачи. И всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok